В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Земельный спор между жительницей и городскими властями. Очередное обращение в рубрику «Градской дозор». Путевые заметки художника в городском музее открылась выставка Игоря Савкова. Награждение за спортивные успехи и турнир «Атомный воркаут» в Саруе прошел праздник, посвященный здоровому образу жизни. Далее расскажем обо всем подробно. На сайте избирательной комиссии Нижегородской области указаны предварительные итоги выборов депутатов в городской думе седьмого созыва. Окончательные данные поступят в город из областного избиркома в течение двух недель. Всего у нас 34 округа. На 14 из них избраны новые депутаты. Остальные уже работали в предыдущем, а некоторые в нескольких предыдущих созывах. В Думе будут представлены три парламентские партии. «Единая Россия» – 24 народных избранника, ЛДПР-2, КПРФ-1, остальные – самовыдвиженцы, сообщает Пресс-служба городской думы со ссылкой на главу города Александра Тихонова. По уставу города в течение трех недель должно пройти первое заседание Гордумы. Открывать его будет председатель избирательной комиссии Сарова Валентин Борис. Он огласит итоги выборов и вручит депутатские удостоверения. На этом же заседании заместитель председателя Гордума Антон Ульянов и глава администрации Алексей Голубев сложат свои полномочия. Глава города Александр Тихонов должен исполнять обязанности до выборов нового главы города. Полномочия главы администрации будет исполнять один из заместителей главы администрации. Кроме того, Саров переходит на новую систему власти. Глава города будет исполнять обязанности главы администрации. Конкурс на эту должность будет длиться примерно до начала ноября. Конкурсная комиссия будет состоять из трех представителей от Росатома, трех представителей от губернатора Нижегородской области и трех депутатов Гордумы Сарова. Заместители председателя Думы будут избирать после выборов председателя Гордумы. Хозяйка частного дома по адресу улицы Димитрова, дом 79, дробь 1, уже несколько лет судится с городскими властями из-за земли. В связи с реконструкцией улицы пенсионерки уточнили границу участка, забрали его часть с одной стороны и прибавили в другой. Сейчас выходит, что женщина занимает муниципальную собственность и получает за это штрафы. Квадратные метры раздора. С 2017 года Анна Петровна Ботова получает штрафы за то, что занимает кусок муниципальной земли. 18 квадратов когда-то были частью ее участка, но после реконструкции улицы Димитрова перешли в собственность города. Об изменениях женщина узнала, когда запросила план межевания участка в связи с выравниванием северной стороны границы. Копию документа пенсионерка получила не сразу. Межевой план был готов 20 сентября 2016 года. Я получила межевой план в феврале 2017 года и то от прокуратуры. То есть я постоянно ходила в прокуратуру, потому что мне отказалось. Когда старый миссионер Тарасова выдать межевой план, я заплатила 12 тысяч, а мне на руки межевого плана вообще никакого не дали. Мы просили оригинал межевого плана, тоже не предоставил. Это суды такие у нас несправедливые. Тоже судья отказал. Они подпись мою подделали. Я не подписывала этот межевой план. И тоже отказывают мне в экспертизе моей подписи. Согласно копии документа, часть земельного участка со стороны дороги отошла в муниципальную собственность. И забор пенсионерки оказался на городской территории. Теперь за то, что Анна Петровна занимает муниципальную землю, специалисты при каждой проверке выписывают ей штрафы. Женщина с этим не согласна и утверждает, что замеры выполнены неверно. Пересечение вот той границы с этой, то есть она является поворотной точкой. И на ней обязательно должны быть координаты этой точки. А на межевом плане, действующей вот моей границы, этой точки нет. Как из этого можно вычислить занимаемую площадь, которую я якобы у них отбираю? За разъяснением ситуации мы обратились в Саровский отдел управления Росреестра. Там нам рассказали, что при реконструкции улицы Димитровой для расширения дороги часть участка Анны Ботовой изъяли. Взамен ей расширили земельные границы на 137 квадратных метров с другой стороны дома. Значительно увеличилась площадь этого земельного участка. Однако данная гражданка продолжает утверждать, что та часть 18 квадратных метров, которая была выявлена в результате проверки земельного инспектора, принадлежит ей. По какой причине Анне Петровне не выдают оригинал межевого плана, нам выяснить не удалось. Сдвинуть забор на место, согласно обновленной планировке, хозяйка отказывается. Говорит, что это слишком дорого для нее. Поэтому штрафы продолжают накапливаться. Либо эта земля не будет ей передана каким-либо образом в собственности, по решению суда, по каким-то либо еще причинам. Пока она не оформит ее на себя, она так и будет получать указанный штраф. Потому что предписания ей выдаются периодически, устранять нарушения она не хочет. Пенсионерка утверждает, что каждый месяц ее пенсии вычитают 50%. С несправедливостью она настроена бороться дальше. Социальные предприниматели Нижегородской области могут получить гранты до 150 тысяч. Заявки на участие в конкурсе «Новые возможности» принимают до 15 октября. Проект должен быть направлен на решение социальных проблем и улучшение качества жизни жителей региона. Подробности на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Волонтеры, которые ведут поиски пропавшего Вячеслава Леника, просят Саровчан поделиться с записями видеорегистраторов. Если с 9 по 11 сентября вы проезжали по улицам Бессарабенко, Шверника, Железнодорожной, Силкина, Ключевой, Чапаева, Пушкина, Фрунзе, Привокзальной, Родниковой, Варламовской дороге, а также по дороге на протяжку, поисковики из отряда «Рысь» просят переслать им данные с видеорегистратора. Связаться с волонтерами можно через официальный паблик поисково-спасательной группы «Рысь. Саров» ВКонтакте. В детской поликлинике началась кампания по бесплатной вакцинации против гриппа. Иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Медики напоминают, что вакцинация предотвращает заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых. Также прививка гарантирует более легкое течение болезни и защищает от возможных осложнений. Более подробно о вакцинации от гриппа можно узнать в прививочных кабинетах детской поликлиники по телефону 905-51 и 771-05. В мире зафиксировали более 500 тысяч заболевших COVID-19 за сутки. В лидерах по-прежнему США и Бразилия, но вскоре их может потеснить Индия. Президент США Дональд Трамп обещает, что распространение болезни вот-вот прекратится. Ну а компьютерная модель Вашингтонского института показателей оценки здоровья сулит катастрофическую зиму. По расчетам, к январю число погибших от COVID-19 достигнет 415 тысяч, а в худшем случае 600 тысяч. Однако по темпам заражения лидирует Индия. В середине августа там заболевали 65 тысяч человек в день, а спустя месяц по 90 тысяч. Пандемии не дают расслабиться и властям европейских стран, где готовятся ко второй волне. Непростая ситуация в Азии. Статистика ухудшается в Китае, Японии и Гонконге. Но до сих пор ни одно государство не объявило о повторном локдауне. Исключение – Израиль. До 9 ноября страну ставят на паузу. Все школы, кроме специальных, закрываются, прекращают обслуживание ресторанов, торговые центры, развлекательные заведения. Прогулки только возле дома. Не дальше 500 метров. Работают аэропорты и некоторые частные предприятия, которые следуют так называемому протоколу «Багровой ленты». Сотрудники носят маски, держатся на расстоянии в 2 метра и регулярно изменяют температуру. Карантин совпадает с началом торжеств по поводу еврейского Нового года. В России число заражений также растет. За сутки выявили 5529 новых случаев, в том числе 139 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 22 человека. 9 саровчан скончались. Последние умершие 64 года с тяжелой сопутствующей патологией. Путевые заметки художника в городском музее открылась персональная выставка Игоря Савкова, директора детской художественной школы. Уже 35 лет Игорь Михайлович живет и работает в Сарове. За эти десятилетия он обучил сотни талантливых детей. Его выпускники работают по всему миру. Среди них есть художники, архитекторы и дизайнеры. Портрет дяди Вани для художника Игоря Савкова – одна из самых любимых картин. С ней у мастера связано много воспоминаний. Дядя Ваня много рассказывал молодому юноше о нашем городе, о церквях, святых местах и подземных ходах. Когда в 1983 году Игорь Савков переехал в Саров, первым делом посетил подземные пещеры. Под впечатлением от увиденного, юный Игорь решил написать портрет того, кто открыл ему тайны города. Очень много мне рассказывал и показывал даже каких-то документов. В экспозиции представлено более 50 произведений. В основу выставки легли этюды. Именно им художник посвящает большую часть времени. Игорь Савков путешествует по всей России. Куда бы он ни поехал, с собой берет мольберт, кисти и краски. Здесь нет работ, выполненных по принуждению. Это те работы, которые я делаю в своих путешествиях, поездках или пленэрах с друзьями. Это, естественно, все работы с очень позитивной аурой. В каждую работу Игорь Савков вкладывает частичку души, свое настроение, эмоции. Картины художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Он постоянный участник всероссийских выставок. Посмотреть работы Игоря Савкова можно до конца октября в городском музее. Без возрастных ограничений. Уже четыре года на базе детского сада номер 42 работает студия анимации. Детей учат различным изобразительным приемам и рассказывают, как обращаться с техникой. За все это время воспитанники сада под руководством наставника создали несколько десятков мультфильмов. Эти анимационные работы не раз становились призерами различных конкурсов. В детстве все любят смотреть мультфильмы, сопереживать персонажем, представлять себя в сказочных мирах. Воспитанники детского сада номер 42 создают их сами. Аппликация на картоне может стать основной декорацией, а человечек из пластилина – главным героем. Анимационная студия «Мультимагия» существует около четырех лет. Изначально дети занимались в изокружке палитра. Позже появилось более узкое направление. Мы рисовали и пробовали, нетрадиционные техники пробовали. И первые свои мультфильмы мы еще не в мультстудии создавали, а в изо студии палитра. Позже мы углубились в это, и основной нашей деятельностью уже стало создание мультфильмов. Ирина Донцова занимается в студии второй год. С каждым этапом создания мультфильма девочка знакома давно. Больше всего Ирине нравится продумывать сюжет. Сначала мы придумываем историю, потом мы делаем героев в фон, потом мы начинаем двигать их, фотографировать кадр за кадром, потом мы должны озвучить персонажей. Мультфильмы создают воспитанники старшей подготовительной групп. В процессе дети изучают информационные и медийные технологии, воплощают свой творческий потенциал в каждом кадре. Разработка сюжета развивает воображение, создание декораций персонажей – мелкую моторику. У кого-то актерские способности хорошо развиты, они могут здесь себя проявить. Кто-то очень любит технику, и он оператор, он очень хорошо пользуется техникой, следит за кадром, фотографирует и монтировать пробует, уже тоже хорошо получается. Поэтому мультипликация тема хороша, что позволяет раскрыться разным детям. Дошкольники создают мультфильмы в разных техниках и отправляют их на городские, областные и всероссийские конкурсы. К работам воспитанники подходят ответственно, тщательно прорабатывают идеи и детали, и нередко становятся призерами. В этом году ребятам удалось занять первое место в областном конкурсе социально-экологической рекламы «Все о раздельном накоплении отходов». И на третьем международном фестивале авторской мультипликации «Я творю мир». На стадионе «Икар» прошел спортивный праздник в рамках областного проекта «Спорт в каждый двор», который объединил всех любителей активного образа жизни. Саровчане смогли принять участие в ежегодном турнире по уличной гимнастике «Атомный воркаут». Подробности в следующем репортаже. Во время режима самоизоляции саровчане активно участвовали в онлайн-флэш-мобе «Ни дня без спорта» и онлайн-фестивале «ГТО дома». Победителей призеров-организаторы наградили памятными подарками и золотыми знаками отличия на праздники здорового образа жизни в рамках областного проекта «Спорт в каждый двор». В наше сложное время спорт – это здоровый образ жизни, это ваше хорошее самочувствие, ваш оптимизм. Будьте за спортом, и все у вас будет хорошо. Даша Зимина отправляла видео с домашних тренировок на онлайн-флэш-моб. Девочка регулярно делает растяжку, занимается гимнастикой и отмечает важность здорового образа жизни. Я получила тепло, за что я занималась спортом, то есть не ела чипсы, не пила лимонад. Показывала, что я научилась на дистанционном обучении. Нужно вести здоровый образ жизни, чтобы человек был сильным и здоровым. Программу продолжил турнир по уличной гимнастике. Для Дмитрия Чепегина проект «Атомный воркаут» стал своеобразным мерилом личных достижений. На турниках молодой человек тренируется около шести лет. В соревнованиях он участвует не первый раз. В прошлом году были соревнования, когда мы выбрались на межгород. Я в том году занял второе место. Тоже поехал на межгородские соревнования в ЖЭСК. Но там уже пожестче было, там с весом делали. Участники традиционно состязались в двух дисциплинах – подтягивании и отжимании на брусьях. Проверить свои силы мог любой желающий. Дмитрий показал лучшие результаты и стал победителем городского этапа атомного воркаута. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин